Юлиана Сергеевна, Вы следующая. Юлиана Сергеевна Шатова, тоже Ростов-на-Дону, это перспективы использования в клинической практике циркулирующих опухолевых клеток при раке молочной железы. Анализ международных и собственных результатов. Чувствуете, как экспериментаторы со всех сторон наступают на клиницистов? Глубоко уважаемые коллеги, учитывая, что мы не первый раз обращаемся к вопросу циркулирующих опухолевых клеток в нашем докладе, я прошу прощения за то, что я фактически исключила определение отсылков, уже об этом мы много раз говорили, и историю изучения этой проблемы. И попробовала в данном докладе сфокусироваться на собственных данных, которые имеет наш институт, и на самых последних современных данных, которые были получены в ходе различных клинических исследований. Единственное, что хочу сказать, что ничего абсолютно не поменялось с 2013 года, когда именно в этом году методика детекции циркулирующих опухолевых клеток в системе СЭЛСИОЧВИРЕДЕКС была признана наиболее перспективной и актуальной на сегодняшний момент. Так оно и есть, и в нашем институте именно по данной методике мы и работаем. Здесь коротко представлена фактически сама по себе методика, как это производится, и что хочу повторить, может быть, для тех, кто слышал предыдущие наши доклады, для тех, кто не слышал, это будет вновь услышано. Но сами производители и создатели данного метода позиционируют уровень КТОВ для циркулирующих опухолевых клеток, это 5 клеток. И действительно, это правомощно для всех локализаций заключением рака молочной железы. И первые работы в 2012 году Антонио Лючи, которые провели исследование по определению прогностической значимости детекции циркулирующих опухолевых клеток у больных не метастатическим раком молочной железы, показали, что именно для этой локализации вот этот уровень КТОВ в 5 клеток не работает. Для рака молочной железы без отдаленного метастазирования прогностически значимым является выявление даже одной циркулирующей опухолевой клетки. На данном слайде показано, что увеличение уровня ЦОК на каждую последующую клетку ухудшает прогноз заболевания. Причем как показатели бессобытийной выживаемости, что было представлено на прошлом слайде, так и показатели общей выживаемости, что представляло на данном слайде. Из этого, собственно говоря, исходим на сегодняшний момент не только мы, но и все исследователи, которые работают в этом направлении. Как я уже говорила, я постараюсь сосредоточиться на самых последних данных. Это данные 2016 года. Вы видите достаточно большое на сегодняшний момент уже количество больных. Это более 3000 больных. Конечно, это скоперированное исследование, инициаторами которого являлись американцы и также включили европейские клиники туда, где, собственно говоря, имеется оборудование, проходит исследование. И вы видите на данных слайдах, что, как изначально говорилось о том, что да, прогностическая значимость детекции циркулирующих опухолевых клеток имеет место быть. Так, в общем-то, и уже на достаточно большом материале, я считаю, что все-таки более 3000 пациенток, учитывая, что методика достаточно дорогостоящая, и набрать этих больных действительно является большой проблемой, то вот это исследование нам показывает, что действительно, да, это факт. И наличие циркулирующих опухолевых клеток у больных без признаков отдаленного метастазирования ухудшает прогноз заболевания, и мы не можем, в общем-то, это обойти вниманием. И, учитывая, вот на данном слайде видно, кстати, очень хорошо показано, именно, опять-таки, вот этот уровень котов для рака молочной железы особый, который отличается от остальных локализаций, да, фактически нулевой уровень, да. И было показано вот в этом исследовании, что особую прогностическую значимость детекция циркулирующих опухолевых клеток имеет у больных достаточно высоким, которые относятся к группе высокого риска. На сегодняшний момент все исследования в этой области, они направлены на таким, по двум путям. Ну, во-первых, это клиническая возможность клинического применения данного метода, не просто, что мы сделали, да, мы показали, да, они есть, что же из этого выходит. И в этой связи сейчас уровень циркулирующих опухолевых клеток применяется во современных клинических исследованиях во многих в качестве оценки эффективности проводимой химиотерапии. И когда исследуется эффективность того или иного химиопрепарата, очень часто используется именно уровень циркулирующих опухолевых клеток как дополнительный показатель эффективности. Вот, например, данное исследование 2015 года, где использовался именно этот критерий, одним из критериев оценки эффективности химиотерапии был уровень циркулирующих опухолевых клеток, и определялся исходно количество циркулирующих опухолевых клеток, и в дальнейшем после проведения химиотерапии больные, различных схем химиотерапии, и больные были отслежены в течение трех лет. Это одна такая категория исследований, где применяется этот показатель. И другая категория исследований, это исследования, я не буду на них останавливаться, поскольку они пока никакого прикладного значения особого не имеют. Дело в том, что вот эта система селси-чверидос, которая применяется, она позволяет не просто определить уровень циркулирующих опухолевых клеток, а она позволяет выделить эти опухолевые клетки. И как показали многочисленные исследования, зачастую биологические характеристики выделенной циркулирующей опухолевой клетки, они отличаются от биологических характеристик первичной опухоли. Как к этому относиться, пока еще никто не знает, исследования продолжаются, и поэтому я говорю, что основного такого прикладного значения пока эти исследования не имеют. Но они проводятся, и все больше и больше данных появляется, все больше и больше литературы появляется по этому вопросу. И будем надеяться, что когда-то мы получим ответы на вот те вопросы, которые мы имеем. Ну, опять-таки, это вот это исследование, которое уже ссылалось на него, на наш взгляд. Вот мы выбрали из всей когорты исследования, которые есть в литературе, мы выбрали это исследование, потому что оно, на наш взгляд, проведено достаточно тщательно и прослежены показатели. Вы видите, что те больные, которых изначально циркулирующие опухолевые клетки не определялись, у них показатели трехлетней выживаемости, они были выше, чем у этих больных, которых даже одна опухолевая клетка выявлялась. В этом же исследовании еще чем она нам понравилась, что был проведен такой корреляционный анализ между уровнем циркулирующих опухолевых клеток и ответом опухоли на химиотерапию. Мы говорим о том, что достижение на данный момент полной патоморфологической регрессии является у нас таким, ну, конечной точкой предоперационной неадювантной химиотерапии. Вот в этом исследовании показано, что вы видите, да, первая, где моя указка, вот она, да, вот она. Вы видите, что верхняя у нас строчка – это те больные, у которых исходно не определялись опухолевые клетки, и у этих больных была достигнута полная патоморфологическая регрессия. Вы видите, что у них самые лучшие показатели выживаемости. У тех больных, которых была достигнута патоморфологическая регрессия полная, но исходно выявляли циркулирующие опухолевые клетки, да, то есть у них уже сравнительно показатели выживаемости хуже и так далее. То есть таким образом мы видим, что детекция циркулирующих опухолевых клеток – это такая возможность для нас получить дополнительную информацию о возможном прогнозе заболевания, и, на наш взгляд, это хорошая опция для оценки эффективности проводимой химиотерапии. Какие же мы имеем собственные данные? Мы пошли по двум путям, то есть наши больные, которым определяли циркулирующие опухолевые клетки исходно, это были больные двух категорий. Это первые больные с исходно-резиктабельными процессами, которые шли у нас на операцию, и вторая категория больных – это, вы видите, больные с более, конечно, распространенными стадиями заболевания, которым первым этапом проводилась неадювантная химиотерапия. Распределение больных по стадиям представлено на данном слайде. Конечно, мы не обладаем, к сожалению, такими большими цифрами, то есть хирургический этап лечения – это больные 36 человек, и пациенты, которым проводилась химиотерапия в неадювантном режиме и для оценки эффективности химиотерапии использовался этот показатель – это 28 пациенток. Однако, хочу сказать, что набор больных еще продолжается. Во второй группе идет еще исследование, и набор больных идет. Что касается больных, которые подлежали первым этапам хирургическому лечению, на данном слайде представлены характеристика, как по биотипам, опухоли, по локализациям и по состоянию менструальной функции. Как вы видите, большая часть больных, и 92% – это больные с верхненаружной локализацией, и у большей части больных имелся алюминальный подтип опухоли. То есть это больные, которые относились, так скажем, с клинической точки зрения, относились к благоприятной группе. Что же мы получили? Из этих 36 больных исходно у 8 определялись циркулирующие опухолевые клетки. Учитывая, что у нас небольшой материал, мы расписали подробно каждую, что называется, пациентку, постарались, во всяком случае, это сделать. И вы видите, что из этих 8, 7 человек относились действительно, казалось бы, к благоприятной группе. Это больные с минимальным распространением опухолевого процесса, Т2Н0 и больные, относящиеся к постменопаузе. Преобладала, конечно, инфильтрирующая карцинома, как и в нашей жизни везде. И опять-таки это больные, которые относились к алюминальному алюминальному бепотипу. Только две больные имели трижды негативный рак. Казалось бы, достаточно благоприятная клиническая группа. Но мы получили исходно циркулирующие опухолевые клетки. Сразу хочу сказать, что ни у одной из этих больных уровень соков не достиг вот этого изначально предлагаемого уровня кат-о в 5 клеток. Но еще раз говорю, на сегодняшний момент для рака молочной железы правомощней является даже одна опухолевая клетка. Что мы получили? К сожалению, из этих 36 больных мы смогли пронаблюдать только 14 больных. Но это связано в основном не с тем, что мы не хотим или они. Это связано с географическими особенностями. У нас федеральный центр, поэтому пациенты к нам приезжают из различных регионов России, отдаленных регионов России. И не всегда возможно узнать их судьбу. К сожалению, как бы мы того не хотели. Так вот, из этих 14 больных мы пронаблюдали, среднее медианное наблюдение составило почти 22 месяца на сегодняшний момент. Точнее, на момент подготовки доклада. Из этих 14 больных, которые мы пронаблюдали, у 4 это были больные, у которых исходно были циркулирующие опухолевые клетки выявлены, и 10 у которых их не было. Так вот, у тех больных, у кого цуки выявлены не были, ни одна больная на сегодняшний момент не прогенерализовалась. Из тех 4 больных, которые были прослежены, и которых исходно были цук положительные, у 2 была генерализация. Подробно эти больные описаны внизу. Опять-таки, еще раз говорю, учитывая, что их немного, мы имеем такую возможность подробно описать каждую пациентку. Далее, что касательно второй группы, это те больные, которых мы стали использовать данную методику в качестве оценки эффективности химиотерапии. Также представлена характеристика больных по биотипам опухоли и по состоянию менструальной функции. Опять мы видим, что большинство больных относились к лиминальным опухолям. Какой же дизайн исследования был? Этим больным в 7,28 исходно определялись циркулирующие опухолевые клетки. Проводилось 2 курса химиотерапии антрациклинсодержащими схемами, а дальше опять определялся уровень соков. Мы не доводили до стандартных 4 курсов АЦС, для того, чтобы потом перейти на токсансодержащие схемы, а исследовали именно после второго курса, для того, чтобы посмотреть, что же происходит, оценить эффективность этих двух курсов химиотерапии. Исходно вы видите, что вот этот последний внизу график… Ой, мамочка, господи, что случилось? Вот этот график, он нам показывает… Видите, сразу, если мы вспомним вот тот график, который мы говорили о первично-резиктабельных опухолях и какой у нас там был процент выявления циркулирующих опухолевых клеток, то здесь вы видите, что 82% больных, уже значительно большее количество больных, были сокположительными. Причем у ряда больных, видите, более 60% больных, был уже превышен даже официальный порог 5 опухолевых клеток, и количество сок превышало 5 клеток. Так вот, мы определяли уровень сок после второго курса химиотерапии, и в случае, если у нас уровень сок снижался, то продолжались андроциклинсодержащие схемы. Если уровень сок повышался или не изменялся, то мы переходили на токсаны. Надо сказать, что из 28 человек, только у 5 человек, у 5 пациенток у нас, не происходило снижение уровня циркулирующих опухолевых клеток. Эти больные переведены были досрочно на андроциклинсодержащие схемы. Клинические примеры, позвольте вам два привести. Больная 58 лет, прежде негативный рак, третья бы стадия заболеваний, исходно вообще не определяли циркулирующие опухолевые клетки. После двух курсов химиотерапии. Вот тут указаны все 33 клеточки, которые мы обнаружили. То есть мы можем посчитать их абсолютно точно. Эта больная была переведена в дальнейшем, была смена химиотерапии проведена. И вторая больная. 43 года, тоже, между прочим, трижды негативный рак. Это фактически идентичные больные. Третья стадия заболевания. И до исходного, до лечения у больной определялось 15 клеток. После двух курсов химиотерапии нами была выявлена всего одна вот такая одинокая клеточка. И, соответственно, схема химиотерапии нами была не изменена. Вот когда-то, когда я первый раз делала доклад, я делала вот такой вопросик и ставила. Как много у нас было вопросов. Они у нас остались. Но вот эти синенькие, то, что я выделила, вопросы, это те вопросы, на которые мы ищем ответ. И нам кажется, что мы все-таки приближаемся уже немножечко к ответу. А последний вопрос, что делать, если характеристика первичной опухоли и цоков отличаются, на этот вопрос мы, к сожалению, еще ответа не знаем. Но будем надеяться, что это когда-то будет в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлианна Сергеевна. Очень интересное сообщение. Есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, два клинических случая вы привели там, где цок уменьшался, увеличился. А как это коррелировало с инструментальными методами обследования пациенток? То есть прогрессирование было, стабилизация? Связь какая-то была или вы не анализировали это? Спасибо за вопрос. Почему спасибо? Потому что я, честно говоря, уже в последний момент подумала, что надо было это включить в доклад. Но уже не включила. И тогда я так подумала, что, скорее всего, этот вопрос зададут. И я на него отвечу. Так что спасибо вам, что вы задали этот вопрос. Действительно, корреляция была. У той больной, у которой было вот такое резкое снижение циркулирующих опухолей клеток, мы наблюдали положительный клинический эффект, то есть хорошую эгрессию опухоли клинической. У той больной, у которой было наоборот прогрессирование со стороны именно цоков, то есть было отсутствие клетки, потом они у нас появились, у этой больной мы просто эффекта не отмечали вообще. Мы не видели прогрессирования, но в то же самое время эффекта не было. То есть была корреляция. И в остальных случаях тоже, в принципе, пока, так как мы на скидку видим, но мы пока это не анализировали пока, потому что мы хотим это проанализировать еще и по морфологическим параметрам, да, потому что клинически мы можем подумать, да, лучше, а опять-таки по морфологическому регрессию надо посмотреть, то есть это еще мы пока не обсчитывали просто. Но так на скидку, конечно. Простите, пожалуйста, у меня еще один вопрос, вернее их два. Подскажите, пожалуйста, насколько достоверно вот это определение циркулирующих опухолевых клеток, какова, как вам сказать, специфичность этой методики, какова? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мне казалось бы, это просто интересно, опять-таки, ну, просто для того, чтобы понимать, как развивается рак. Имеет ли смысл определять циркулирующие опухолевые клетки у больных, которые, допустим, уже находятся либо в адевантной химиотерапии или гормонотерапии, ну, гормонотерапии длительно, ну, допустим, несколько лет? Просто любопытно посмотреть, есть ли у них вообще циркулирующие клетки? Правильно ли, что мы их вообще лечим адевантно? И нужно ли это лечить? Мне кажется, это вообще, вот в данном случае такой разворот событий более интересен с точки зрения, даже с экономической точки зрения, и с точки зрения побочных эффектов от препаратов и всего остального. Если можно, я отвечу сразу сначала на второй, потом на первый. Почему на второй? Потому что он, на самом деле, очень интересный вопрос, и это то, о чем мы постоянно думаем. На самом деле, применение методики, это открывает очень широкие перспективы. И, конечно, как бы мы того ни хотели, но мы имеем больше вопросов, чем ответов на сегодняшний момент. У нас такого опыта нет, чтобы применять этот метод, вот как вы говорите, в отдаленном периоде, уже когда больная находится на адевантной гормональной терапии, длительно и так далее. Это просто интересно было. Это интересно, безусловно, это интересно, но, к сожалению, как и во всем хорошем, мы лимитированы ценой вопроса. Это третий вопрос. Третий вопрос. Сразу говорю, у нас в институте это исследование проводится только в рамках науки, и в платные услуги это не введено, поэтому я, честно вам сказать, даже не могу сказать вам стоимость, потому что это исключительно по науке у нас финансируется, и идет исключительно по вот этому разделу. У нас нет ни в прайсе этого, ни, то есть какие-то заказные услуги, мы это не делаем. По поводу перспектив, да, я согласна. Это, во-первых, интересно было бы посмотреть у больных в отдаленном периоде, как вы говорите. Опять-таки, много вопросов. Ну хорошо, ну появилась у нас какая-то опухолевая клетка, и дальше что с этим делать? Ну мы будем это знать, во всяком случае. Хорошо. Хорошо. Дальше будет наблюдать. Ну в этом плане мы работаем, и не только мы, работает весь мир, потому что вы видите, да, что… Но я вам вопрос задаю, потому что вы докладываете. Да, я понимаю, но я же, честно говорю, у нас такого опыта нет, более того, и в литературе такого опыта нет, и в литературе нет данных литературы по вот тому вопросу, что вы задаете. То, что сейчас идет, литература вся идет, это по двум, вот то, что я говорила, по двум направлениям. Это применение этого показателя для оценки эффективности химиотерапии, то есть, ну я понимаю прекрасно, да, что это идет определенное финансирование за счет компании, и естественно падает под это, потому что это дорого не только у нас, это дорого вообще во всем мире. И даже вот наша лаборатория иммуно-фенотипирования опухоли, которая принципиально занимается этим вопросом, они когда изначально аппарат был приобретен, методика была опробирована, они учились во Франции. Они говорят, что то же самое у них, они тоже лимитированы, они бы использовали шире, но они лимитированы стоимостью. И вы видите, вот там я слайд показывала, да, многоцентровое исследование с включением чуть ли не всего мира, и всего-всего-навсего-то по большому счету набрали чуть более трех тысяч человек. Поэтому пока вот на эти вопросы, вот ни у меня, нигде, нигде пока нет этих ответов. И первый вопрос специфичный. По поводу, первый вопрос от специфичности, ну конечно, производители говорят вообще чуть ли не о стопроцентной специфичности, безусловно. Это абсолютно, тут в чем хороша методика, она абсолютно автоматизирована, то есть тут фактически исключен человеческий фактор. Ну а производители говорят о потрясающей специфичности. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Да, да, да. Будь терапист. А вот у нас вопрос. Можно? Можно еще один вопрос? Там, где проценты сечеляют за ней эффективность к метрофе, какой процент, на сколько должно быть срок от исхода увеличиться или меньше, чтобы вы расценили, как вы, допустим, вы поставили на то же лечение, или вы еще, вы использовали, допустим, было 5-10, или процент исходного от исхода, как вы понимаете, что вы понимаете? На таксансодержащую схему мы переводили, если цук вообще не менялся, ну или плюс-минус одна клетка, то есть мы считали это фактически неизменение, мы тогда или увеличивались. Я хочу сказать, что из тех больных, которые мы, 28 человек, которые мы пролечили, то есть там, честно говоря, вот таких вот 1-2 не было. Там было или совсем все плохо, или совсем все хорошо было. Поэтому, в принципе, у нас не было этой проблемы. Еще были вопросы, да, в зале? Пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос. Вот скажите, вот, наверное, в продолжении, потому что Кирилл Станиславович вас спрашивает, у нас групповое такое здесь. А вот как вы будете поступать, если у вас цук на фоне химиотерапии увеличивается, то есть опухолиоклетки у вас есть, а по всем методам инструментального исследования опухоли уменьшается? Ну, пока такого у нас не было. Как будет, мы зададимся вопросом. Еще коллеги вопросы? И каверзные в том числе. Ну, дело в том, что, понимаете же, что циркулирующие опухолиоклетки мы не можем использовать на данный момент как какой-то стандартный... То есть мы фактически сослаться на них не можем в качестве своего дальнейшего какого-то руководства к действию. Но пока таких ситуаций не было. Кульфия Менхатовна, по-моему, взяла микрофон. Скажите, пожалуйста, а вот определение цука может в будущем заменить выполнение дорогостоящих инструментальных исследований? Компьютерной томографии, ну, тем не менее. Ну, я думаю, я не думаю так уж совсем в этом плане, я не думаю, что мы что-то чем-то заменим. Если мы говорим о стопроцентной специфичности этого метода. Значит, ну, дело в том, что вот этот вот вопрос в чем? Циркулирующие опухолиоклетки, вы знаете, что определялись достаточно давно, и вообще история изучения этого вопроса, она там века уходит по большому счету. Весь вопрос действительно был в специфичности метода. И вот эта система, почему она, вот я первый слайд показала, я его и в прошлый раз показывала, потому что именно вот эта методика, она была признана FIDA, и американцы вообще достаточно широко используют данную методику. И они уже на протяжении нескольких лет пытаются ввести уровень ЦОК в классификацию ТНМ. Да, и они очень лоббируют этот вопрос. Почему европейцы начали закупать это оборудование? Потому что очень широко, вот именно из Соединенных Штатов идет вот информация по вот этому вопросу. И это рассматривается очень давно. То есть у них уровень ЦОК на сегодняшний момент стоит в запасе для включения в систему ТНМ. Именно вот этим методом, потому что именно эта методика, она утверждена FIDA за счет вот своей специфичности. Спасибо. Еще вопросы? У меня такой тогда вопрос возникает. Вот смотрите, у нас получается увеличение ЦОК, это говорит о прогрессировании заболевания. Трепан костного мозга и появление там опухолевых клеток тоже говорит о прогрессировании. И уже сейчас есть рекомендация назначать таким пациентам химиотерапию, если у них даже нет отдаленных метастазов, которые мы можем появить. То есть мы хотим прийти к тому, что есть суррогатные маркеры при раке яичников и маркерные серые рецидивы, которые тоже позволяют проводить химиотерапию. Но насколько это повлияет на общую выживаемость? Я думаю, что химиотерапевты нам вряд ли поверят в то, что если мы начнем назначать химиотерапию только на основании ЦОКов, и скажут, а чем же мы будем лечить больных тогда, когда у них будут уже инструментально выявлены отдаленные метастазы, если вы все будете использовать тогда, когда у вас будет просто при обследовании повышение ЦОК. Ну, я могу согласиться с вами в данном вопросе. Пока, пока. Когда Елена Михайловна сказала, какие разные вопросы есть, я взял микрофон. Пожалуйста. Елена Сергеевна, у меня такой вопрос. Вот у вас в институте есть иммуноцитохимия? Нет. Тогда вопрос отпадает. Просто я думаю, можно ли вот эти выявляемые опухоли клетки еще иммуноцитохимией посмотреть, как ее характеристики по биологии, то есть иммуноцитохимические ее показатели? Это можно сделать на базе нашей лаборатории иммунофенотипирования. Они это могут сделать. Во-первых, я почему говорю, что вот этот ЦОК, почему так за него, в общем-то, именно за эту методику уцепились? Не потому что любят производителя, а потому что это единственная методика, которая позволяет выделить опухолевую клетку. То есть да, это возможно. Просто я не сам это придумал на самом деле. Сейчас идут работы, и вот эта методика, она весьма интересна в совокупности с методиками молекулярно-генетического профилирования. Потому что сама по себе методика молекулярно-генетического профилирования, она дает весьма точный прогноз, но на ограниченное количество времени, на 5 лет. А вот при совмещении методики молекулярно-генетического профилирования и циркулирующих опухолевых клеток уже есть работа, и ожидается, что точный прогноз будет ориентировочно лет на 15 в таком вот варианте. Я согласна. Есть очень интересная, между прочим, работа в этой связи именно по определению хердванию статуса. И опять-таки стоит вопрос, да, у нас первичная опухоль не экспрессии, нету хердва отрицательно, а циркулирующая опухоль в клетках хердвоплажда. Ну и что делать? Герцепти назначать или не назначать? То есть таких вопросов на самом деле выше крыши. И отвечать на них, я думаю, что будут все последующие десятилетия, потому что каждый новый вопрос порождает, ответ порождает новый вопрос и так далее, и так далее. Хорошо, что они есть, потому что мы занимаемся наукой. Если позвольте, даже, может быть, не столько вопросов, а вот комментарий в поддержку, Юлиана Сергеевна. Почему мы можем говорить наличие циркулирующих опухолевых клеток, наверное, как и микрометастазы в том числе? Ведь мы же ставим и понимаем, что нужна такая методология определения в том же самом микрометастазах, допустим, в костном мозге. И на основании этого, сейчас правильно уже говорили, мы каким-то образом пытаемся менять тактику лечения или, во всяком случае, оценивать этот фактор. Первый момент. Второй момент. Мы уже привыкли к биохимическим рецидивам при других локализациях, и мы говорим об этом. Для рака молочной железы, наверное, это не столь пока традиционный, что ли, или стандартный вариант, так сказать, рассуждения. Но вот что мне хочется поддержать. Вот был вопрос от коллег из Института Петрова. Почему мы можем видеть инструментально уменьшение объема опухоли и увеличение, вот как приводила пример Юлиана Сергеевна, увеличение циркулирующих опухолевых клеток кровотоки. Но это не говорит еще об истинной эффективности. Мы можем вызывать наоборот, извините, так сказать, своими манипуляциями прогрессирование. Потому что не факт, во-первых, что мы у них достигнем полной морфологической регрессии, которая будет ассоциирована с выживаемостью. И вот по данным коллеги как раз это очень четко отмечено. А второе, ведь на сегодняшний день мы уже понимаем, что мы можем использовать такой стандартный показатель, во всяком случае, литературных данных много, как И-67, да, этапные биопсии. Рекомендовано выполнять? Рекомендовано. Но это более точный метод. Другое дело, что он очень дорогостоящий и, наверное, пока еще не может быть настолько широко использован в практике. Но здесь надо, наверное, просто вот очень хорошо, мне понравилось, как Юлия Сергеевна разделила эти две точки приложения. С одной стороны, это оценка на этапах динамического наблюдения в плане вообще прогрессии заболевания. А с другой стороны, это оценка неодевантной химиотерапии, потому что вопрос очень сложный, очень специфичный. Но поиск дополнительных информативных маркеров еще никто не отменял. Наверное, на сегодняшний день и предиктивное значение, и прогностическое значение – это два таких основных, основополагающих во всех работах международного плана исследований. Поэтому, мне кажется, очень достойны, так сказать, результаты. Другое дело, что они должны быть валидированы на большей выборке. Но, в принципе, очень интересные данные. Спасибо вам огромное. Спасибо.